Музей под открытым небом, так горожане и гости Самары называют Ленинские и Самарские районы. Исторический центр сегодня постепенно приводится в порядок. Идет ремонт фасадов и дорог. О перспективах старого города речь шла на встрече, которая состоялась в здании филармонии. Чтобы реализовать все задуманные проекты, региону необходима поддержка Москвы. А для этого нужно привести как можно больше своих представителей в Государственную Думу. На выборах, которые пройдут в сентябре. Нам надо укрепить свои позиции. Укрепить, стать практически единой командой. И снова встанет вопрос. А как нас еще оценят наши политические руководства страны, партии и так далее, парень разных правительств? Мы стали опорной точкой, опорным регионом в это время. Мы свое плечо подставили стране или наша хата с краю. По словам Николая Меркушкина, сегодня тот исторический момент, когда жители страны должны объединиться. В Самарском районе люди готовы проявить сплоченность. Год назад они подтвердили свою позицию, приняв участие в выборах местных органов власти. Как депутат Самарского района, я хочу сказать, что у нас очень интересные жители. Они такие, знаете, как одна большая дружная семья. И во моих дворах они нам сказали завершение встречи. Не переживайте стать на самаре. Мы обязательно пойдем вместе, проголосуем, потому что очень хочется не подвести. Не подвести прежде всего самих себя, чтобы Самара вышла на новый уровень качества жизни. По желанию об этом высказывали самарцы. Одна из самых масштабных строек исторического центра – Фрунзенский мост. Это будет самая современная транспортная артерия города. По вашей инициативе началось возведение строительства Фрунзенского моста. Хотелось бы услышать сроки окончания сдачи. Ну, если все нормально сложится, мы планируем его в 2018 году ввести. И более того, есть в планах, пока предварительно, нет решения этих, что этот мост старый, рядом сделать еще такой же мост, только по этому, по старому мосту будет в одном направлении, а по новому – в другое направление. С тем, чтобы и эту часть дополнительно разгрузить. Мост-дублер не просто сможет дополнительно разгрузить центр города, но и станет достойным его украшением. Олег Зверев, Константин Головин. События.